КУЛЬТ! 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 КУЛЬТПОХОД! В Кирове Дмена часов и 6 минут. Добрый день. Сегодня пятница, 30 сентября. И в строго отведённое для нашей передачи время она начинается. Передача называется «КУЛЬТПОХОД». Здравствуйте. Ведут программу Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Добрый день. Приветствуем вас. Ну, сразу же напоминаем о том, что мы в рамках культпохода общаемся, не только общаемся, вернее, с интересными гостями, но еще и проводим розыгрыш всевозможных призов. И розыгрыш сегодня обязательно будет. Это и книги, и билеты. И чуть позже вы сможете поучаствовать в нашей беседе, ответив на вопросы нашего гостя. Сразу же напоминаю номер прямого эфира 211-101. Светлана, представляем нашего гостя? — Представляю с удовольствием. Кандидат технических наук, доцент Московского политехнического университета, директор Центра технологической поддержки образования, организатор образовательных программ Science Art, куратор выставочных проектов, драматург Илья Вольнов. Здравствуйте, Илья Николаевич. — Добрый день, Илья Николаевич. — Добрый день, Илья Николаевич. Приветствуем вас. Вот такое обширное представление. — Это еще не все. — Это еще не все. Это только часть. — Да, это выжимка. Я думаю, что сегодня Илья Николаевич нам расскажет все свои компетенции. — Ну, может быть, не все. — Ну, надо сразу же пояснить, что Илья Николаевич поучаствует в просветительском проекте лекции в политехническом. Это наш опорный университет. Традиционно проводит, занимается этим проектом. Вот очередная лекция сегодня будет. И можем сразу ведь сказать, да, она стартует в 5 часов вечера. Преображенская, 41. Зарегистрироваться еще можно успеть? — Да, конечно, можно зарегистрироваться. Вход абсолютно свободный, то есть бесплатный. Я думаю, что разговор будет очень интересный. Тема лекция — это человек сингулярный как ответ на вызовы цифровой реальности. Есть возрастное ограничение 12+. — Ну, мы не можем не начать с этого вопроса. Что такое человек сингулярный, Илья Николаевич? — Да, ну вот мы отдаем дань происходящему вокруг нас. Мы как бы мыслим, ну я сейчас говорю сейчас в целом о цивилизации, мыслим свое развитие через некоторые технократические образы. У власти стоят технократы, и они нас ведут по пути продолжения научно-технического прогресса. То есть мы реальность видим через вот такие, через развитие технологий, развитие науки и так далее. И вот такой образ технократический мы построили. В этом образе, сценарии развития и образа будущего иногда некоторые из них, скажем так, связываются с таким сложным понятием, как сингулярность. Ничего сложного на самом деле здесь нет. Это просто такое быстрое, ускоренное развитие. Но мы как бы уже подготовлены тем, что вокруг нас происходит, что развитие научно-техническое, оно быстро идет. Ну вот сингулярность — это такое быстрое, можно сказать, стремительное развитие или развитие со скоростью взрыва. Вот. И если мы посмотрим на некоторые такие яркие высказывания в этом поле, то нам говорят, что вот создается искусственный интеллект, например. Это искусственный интеллект уже конкурирует с человеком. Ну в шахматы мы проиграли с вами, в игру в гомы тоже проиграли. Ну и дальше нам говорят, что такое развитие искусственного интеллекта приведет уже в ближайшие 10 лет к тому, что не будет среди нас такого человека, кто бы мог в принципе преодолеть искусственный интеллект во многих областях. Кто бы мог с ним побороться, да? Да. Ну и через некоторое время там еще более сильные высказывания о том, что возникает сильный искусственный интеллект. Интеллект искусственный обретает что-то наподобие нашего с вами сознания, ну и, в общем-то, преодолевает наш человеческий разум в принципе, то есть разум человечества всего как такового. Вот это сильный искусственный интеллект. Вот такой образ нам рисуют. Предполагается, что как бы научно-техническое развитие ускоряется настолько быстро, что как бы его можно описывать такими терминами, как мгновенное развитие, да? То есть мы сейчас телефон мобильный меняем с какой частотой? Там раз в два в годы, да? Ну кто-то чаще. Кто-то два раза в год. Кто-то уже, да. А потом предполагается, что мы его там, ну, чуть ли не каждый день проснулся, тебя новым. А потом он нас поменяет. Вот. А потом уже где мы-то с вами оказываемся, да? То есть все чаще мы слышим такую точку зрения, что человек не готов, человек отстает. То есть техносфера развивается очень быстро, ускоренно. А мы-то с вами как развивались раньше, с определенной своей человеческой скоростью, так и развиваемся. То есть некая биологическая эволюция, да? Биологическая. То, что в нас заложено природой, да? Да. Вот она медленнее, темп биологической эволюции, естественный медленнее, чем темп вот этой искусственной, технократической эволюции. Разрыв начинает увеличиваться, человек все больше отстает, уже там старшие поколения уже отстали, молодые еще как бы ноздря в ноздрю, что называется, но и через некоторое время они в принципе, то есть мы как биологический вид в принципе считается, что отстанем. Так вот как быть здесь, да? То есть фактически вот делая следующий шаг, мы должны сказать, что человек уходит с исторической арены, заменяется какими-то другими системами, сначала это гибридные системы человека, машинные, да, человека попробуют ускорить, усилить, разогнать, что называется, чипы там уже нам предлагают интегрировать в наше сознание, которые повышают там на какое-то количество процентов наши когнитивные способности. Вот, а дальше нам скажут, ну, ребята, биологическая система, там она хороша, конечно, она живая, но она живет там 100-150 лет. Ну, меньше, на самом деле, да. Она в принципе ограничена, да, ну, мозг там считается, что мозг там 100-150 лет максимум. Вот, так давайте мы полностью заменим неорганическими носителями, перенесем туда сознание через нейронные сети технологий, которые мы уже как бы умеем создавать. Ну и все, и нас с вами уже нет. Вот, вот, такой сценарий, ну, мое внутреннее ощущение протеста очень сильное, вот оно, может быть, даже замерзно сейчас. Да, вот все-таки протестуете. Конечно. Илья Николаевич, ну, вы же являетесь одним из создателей искусственного интеллекта, я знаю, что вы в какой-то период времени участвовали в его создании, когда вы перешли в другой лагерь, да, я не знаю, как у Канта, до критический, критический период, да, когда вот произошло это. Да, у меня был опыт работы в Германии, и там для, в 2002 году мы создавали промышленный искусственный интеллект для одного из там литейных заводов. Чем он непосредственно должен был заниматься? Он должен был решать задачу, которую человек решает медленно, то есть надо было принимать решение о том, браться за новый заказ или не браться. Обычно это решение принималось за неделю после цикла совещаний с руководством, вот, а тут, как бы, требования поставлены были, пришел заказчик и через час ответить ему, берется завод за новый заказ или не берется. Вот здесь как раз надо было собрать большие данные, построить там нейронную сеть, она, ну, можно сказать, в режиме реального времени отвечала на заказ выгодно, исполнять этот заказ или не выгодно. Вы реализовали этот проект? Да. Создали эту систему? Да, проект был реализован. Значит, вот смотрите, когда мы говорим о подобного рода технологиях в контексте помощи человеку, да, снятия каких-то рутинных операций, а, собственно, об этом, конечно, мы говорим, да, да, здесь очень важно, что называется, остановиться вовремя, да, эти технологии могут и должны нам помогать, и очень важный, с моей точки зрения, вот, момент в этом о всем разговоре, что когда мы создаем такого рода системы, мы можем сравнить наш естественный интеллект с тем искусственным интеллектом и начать понимать, что же такое наш естественный интеллект. Вот это же одна из фундаментальных проблем современного естествознания, что такое наше сознание, то есть такая, так называемая, hard problem, которую мы, ну, как бы не знаем, как решать. Сознание есть, мы его наблюдаем, оно, как бы, существует, да, но что это такое, наука ответить не может, не понимает. И вот искусственный интеллект, как некоторое рефлективное зеркало для нас самих, глядя в которое мы понимаем, что же такое наше собственное сознание, раскрываем его глубину, внутренний потенциал, там, возможности, вот в этой части искусственный интеллект, безусловно, полезен, и я бы считал своим долгом продолжать развивать это направление. Ну, что же мы сейчас видим с вами, когда смотрим вокруг? Ну, мы видим, что, собственно, происходит, еще раз скажем эти вещи, замена человека там умной машиной. Мы строим умные города, умные дома, окружаем себя. Умные автомобили, умные механизмы всевозможные. Друзья мои, а где там, там же должно быть умный человек, там же должно рядом стоять умный человек. Мы хоть где-то произнесли вот это умный человек. Мы развиваем человека в умном городе, мы развиваем умного человека. А есть какие-то операции, которые не может заменить искусственный интеллект? Вот какие операции может выполнить только человеческое сознание? Творчество. Да, ну, это как бы стандартный ответ в этой части. А теперь посмотрим, а что в этой области происходит? Ну, сейчас уже искусство, да. Ну, хотя, да. Сейчас тоже внедряется, искусственный интеллект внедряется активно в эту часть. Нейросети и картины рисуют. Конечно. Они признаются какими-то уникальными шедеврами. Да, вот недавно был конкурс совсем, около месяца назад, конкурс на лучшее художественное произведение, в котором участвовал и человек, и искусственный интеллект. Ну, может быть, вы слышали, победил, конечно, картина искусственный интеллект. И вот здесь очень интересный момент происходит. А способны ли мы различить картину, написанную или музыку, написанную искусственным интеллектом и написанную человеком? Вот, к сожалению, среднестатистический человек уже этого не различает. Но в этом и есть вот то самое наше с вами как бы глубинная черта, которую, ну, в общем, которая нас должна спасти. Мы с вами обладаем вот тем самым тонким развлечением. Тонким, я подчеркиваю. Тонкое — это ключевое. Вот на уровне этого тонкого развлечения мы можем с вами распознать добро и зло, правду от лжи отличить, понимаете, высокой от низкого, причину от следствия отличить. Вот это очень важные вещи, и они чисто человеческие, и они в нашем как бы укоренены, как бы являются неотъемлемой частью нашего сознания. По всей видимости, искусственный интеллект на такого рода тонкие развлечения не способен. Он не способен различить добро и зло. Но это еще не точно. А мы вообще как бы... Мы не до конца еще осознали, да, собственно, на что мы способны и на что, да, механизмы. Да, мы не понимаем, на что мы способны. Мало того, есть совершенно четкий тренд на то, чтобы не развивать человека как такового, не развивать наше сознание, не развивать, заблокировать его. Мало того, как бы уйти в такую цифровую плоскость, то есть оцифровать культуру человека. Вот люди с классическим воспитанием и образованием понимают, что это невозможно. Человека нельзя оцифровать. Там всегда есть неоцифровываемый компонент, ну, хотя бы в виде души. Но все идет к тому, что мы объявляем, душа ненаблюдаема, как вот наука. Эфир ненаблюдаем в науке, да, значит, его нет. Нельзя потрогать, нельзя. Душа ненаблюдаема, значит, Бог, где Бог? Он ненаблюдаем, значит, его нет. То есть мы сознательно, ну, как бы выстраивается такое некоторое семантическое поле, в котором ненаблюдаемое мы объявляем несуществующим, понимаем себя исключительно через наблюдаемые категории, ну, и, собственно, такого человека уже можно оцифровать. Но это уже перестает быть человеком. Я надеюсь, вот это очень такое важное ощущение, которое вот во мне живет. Я надеюсь, оно через мои акустические вибрации передается там тем, кто меня слышит. Ну, вы знаете, Илья, я любитель и фантастической литературы, и фантастических фильмов всевозможных, да, и мне вот особенно нравится такой пласт вот в этой культуре, когда настолько технический прогресс развит, да, когда машина задумывается о том, чтобы уничтожить человека, уничтожить его. Это один из возможных сценариев развития нашего будущего, когда искусственный интеллект настолько, да, развит, и он принимает решение о том, что человечество ему в качестве соседа вообще не нужно. Это не может избавляться. Ну, этот сценарий Голливудом прописан очень хорошо. Мы же знаем там фильм «Терминатор», который ярким выражением... Мультфильм 9. Скайнет, да. Да, вот, главная корпорация, которая... По всей видимости, сценарий будет немножко другой, кажется. Человек все-таки, смотрите, значит, сейчас вот Клаус Шваб, известный такой деятель, да, руководитель Даосского форума, который продвигает вот эту повестку, значит, технократического будущего, инклюзивного капитализма, вот той повестке, где, собственно, человек заменяется умной машиной. Вот в этой повестке предполагается, что человек лишается собственного поведения. Человек рассматривается неотличающимся от объекта. То есть есть как бы, ну вот мы выстроили, например, производство. Производство, система управления на этом производстве, которое управляет, манипулирует объектами. Объект не обладает собственным поведением. И вот эта конструкция сейчас, ну, собственно, вот, может быть, слышали, цифровой двойник там какого-то промышленного там технологического процесса. То есть просто функция, да, какой-то объект, выполняющий определенную функцию, определенное действие. И вот эту механистическую картинку мы выстроили и умеем управлять там производственными объектами, сложными системами. Теперь вот она переносится на человеческий социум, и человек начинает рассматриваться как объект. То есть мы с вами рассматриваемся как не обладающие собственным поведением, исключительно как объект. И надавил, он сдвинулся, в соответствии с надавленной какой-то силой приложенной. Так вот это не так. Мы с вами обладаем собственным поведением. На нас можно давить, но до определенного предела, после которого мы проявляем это собственное поведение. Так вот, смотрите, нас с вами фактически, когда как бы простраивают вот эту цифровую картинку для нашего будущего, нас лишают в некотором смысле смысла жизни. Но человек без смысла жизни как бы, ну, себя не мыслит, не мыслит. То есть без смысла жизни человек... Даже он если не может объяснить вот так вот словами, для чего он живет. Да, это тут не только логика, тут еще ощущение очень мощное должно включиться. То есть лишая человека смысла жизни, а смысл жизни всегда в высоком, в сложном, неопределенном, в бесконечном, неутилитарном, в эстетическом, понимаете? То, что вот не описывается, не оцифровывается. Вот когда мы уходим человека, уводим человека в оцифрованную реальность, мы его лишаем смысла жизни, и он включает это собственное... Он должен включить собственное поведение. И, скорее всего, в этой ситуации, если мы дойдем все-таки до вот этого критического состояния, человек объедет войну в машине и будет бороться за смысл своего существования. Понимаете? Вот это возможно. Я думаю, так. Но не будет опознан. Вы тоже, я так понимаю, что начали свою какую-то борьбу в форме искусства. Я знаю, что у вас есть пьесы, постановки и такое новое направление, как сайнс-арт. Можете ли о нем рассказать? Да, да. Это вот моя форма такого, ну, скажем так, возврата смысла жизни в нашу жизнь. Значит, я сам инженер, закончил Баумский университет, и вот всегда испытывал ощущение, что мне не хватает очень сильно вот этой самой эстетической компоненты. Того самого, что не формализуется. Без красоты жить невозможно. Бесконечности, да. Душевного, красивого. И я сейчас, как бы, ну, уже, так сказать, занимаясь наукой, понимаю, что не хватает науки. Да, наука замечательна, хороша, и последние вот 200-250 лет мы с вами абсолютизировали, я имею цивилизацию, абсолютизировали такой научный подход, объявили его единственным владеющим истиной, да, поскольку, как бы, критерием истины является эксперимент. Вот этот эксперимент может быть поставлен только в формате, там, научного исследования. И, значит, вот этот научный метод, как бы, обобщили на все, как бы, на всю нашу действительность. Думали, что он универсальный и единственный. Но сейчас все больше становится понятно, что это не совсем так. Наука замечательна. Мы, конечно, ее там любим, занимаемся и продолжаем ей заниматься. Но у научного метода есть граница. За этими границами научный метод не работает. И мы сейчас поняли, и, вообще-то, есть некоторая потребность у нас, у каждого индивидуума, у социо-системы, как таковое, у человечества в целом. Значит, отвечать на те вызовы, которые нам брошены, а сейчас брошены глобальные вызовы, предельные вызовы. Может быть, какие-то мы из них сейчас перечислим. Вот ответить на эти вызовы только научными методами не получается. То есть граница научного метода сейчас начинает объективизироваться, начинает проявляться. Мы понимаем, здесь наука работает, а дальше надо включать что-то еще. Ну, вот самый простой пример — это работа с уникальностями. Например, мы сейчас много говорим о необходимости, например, пойти в магазин и купить индивидуальную одежду, сшитую по мне, например. Ну, это там ботинки, например. Я хотел, чтобы по моей стопе были сшиты. Это комфортно, я за это заплачу деньги, там, это выгодно. То есть в рыночной ситуации... Да и, собственно, рынок, он ориентирован на то, что мы учтем ваши индивидуальные особенности, потребности и так далее. Это одна из фишек маркетинга. Вот рынок, система образования. Сейчас, может быть, вы слышали, знаете, много разговоров идет по поводу индивидуальных образовательных траекторий. Каждый человек рассматривается как совместность уникальных качеств. Давайте в системе образования учтем эти уникальные качества, чтобы как бы развить человека более эффективно, более быстро и так далее, меньшим числом ресурсов. Вот, но теперь давайте посмотрим, а в науке, наука, как наше базовое мировоззрение, умеет работать с уникальностями или нет? Оказывается, что нет, потому что базовый методологический принцип науки — это воспроизводимость результатов. То, что вы нашли, вы что-то нашли, но это, то, что вы нашли, станет научным фактом или научным данными только в том случае, если вы воспроизведете это, перекрестно проверите в другой лаборатории и другими исследователями. Только в этом случае это станет научными данными, с которыми будет работать научное сообщество. Если вы нашли уникальный факт, он в науку не попадает, отсекается сразу. Вот, смотрите, значит, мы хотим работать с уникальностями, а наука с уникальностями сейчас работать, в принципе, не может. Вот это коллизия, одна из коллизий таких, на самом деле коллизий много. И вот как быть, да? Значит, надо расширять научное поле, надо включать туда уникальности. Как? Ответ такой, ну, самый простой. Конечно, надо взять что-то, что уже наработано в нашем культурном поле, что умеет работать с уникальностями. Что это? Искусство. Искусство. Искусство только и работает с уникальностями. Если там две одинаковые картины, это уже ремесло, да? А искусство, значит, оно требует, чтобы любое произведение искусства было уникальным. Мы как бы с этим живем, мы это знаем, мы умеем это, да? И вот попытка соединить науку, в которой нет уникальности, с искусством, в которой только она есть, соединить. Понятное дело, что это некоторые гримы, если мы механически это связываем, это несоединимые вещи, да? Соединять их надо как-то по-другому, на каком-то другом уровне. Вот для меня этот уровень — это уровень мышления. Вот на уровне мышления мы можем, я уверен, это делать. Собственно, я этим занимаюсь последние 10 лет активно. Написаны статьи, написаны монографии, проводятся различного рода мероприятия. Вот у меня сейчас 4-5 в Москве на площадке «Моспродюсер» будет спектакль, сайнс-арт спектакль в нашей команде «Ради света», который называется. Мы будем делать сайнс-арт спектакли о времени, прошлое, будущее, настоящее. И вот там, в пространстве театра, по сценариям, в том числе научным, через вот это пластическое художественное действие, сопровождаемое визуальным, акустическим, пластическим, будем собирать вот эту новую реальность, образ будущего, в котором будет вот этот реализован глобальный синтез науки, искусства и технологии. Синтез, вот как бы вот в науке есть такой междисциплиарный подход. И мы пытаемся построить единую научную картину мира. Наука пытается построить. Но вот, к сожалению, это пока не получается, и по всей видимости уже не получится. То есть нужны какие-то иные основания, с которых это можно сделать. Вот те основания, на которых сейчас наука стоит, не позволяют собрать единую картину мира. А что мы без единой картины мира? Ну, как мы ответим на те самые вызовы, про которые мы уже говорили, если мы не имеем как бы вот этого фундамента мировоззрения собственного? Мы как бы разбиты, обескровлены, у нас нет ресурсов, сил, мы не знаем, какие инструменты приложить к этим вызовам и так далее. Так вот, вот этот глобальный синтез, вообще синтетическое мировоззрение, да, или время там собирать камни. Было время разбрасывать камни, но сейчас наступает время собирать камни. И здесь не только междисциплинарный подход, который пытается собрать науку внутри самой себя, а мы пытаемся собрать культуру как таковую, реальность как таковую, в которой есть и научные компоненты, и компоненты искусства, и прочие компоненты, связанные там с религиозным опытом, который, безусловно, нельзя без религиозного опыта, это того самого трансцендентного состояния. Мы с вами расчеловечиваемся, это есть как бы... Ну, в общем, здесь много чего. А вот я как раз хотел спросить вас о том, что какая роль религии отводится в этом во всем. Многие же воспринимают как вот ту сдерживающую силу, которая не дает нам окунуться в это цифровое рабство. Да, это, конечно, интересный вопрос. Для меня, например, очень важны образы, которые я вот практически использую в своем творчестве. Это Симеон Новый Богослов, пятый том Добротолюбия. Три образа молитвы он там описывает, да, значит, как молитвенник обращается к реальности. Значит, он первый образ молитвы через чувственное отношение к реальности, такое чувственное умиление, такое слезное умиление, да, восхищение к небесам, вот это чувственное переживание реальности. И дальше Симеон Новый Богослов говорит, если вы останавливаетесь на этом образе молитвы, вы сходите с ума. Кстати, вот этот образ Симеона можно перенести на нашу реальность, на науку. Это как бы чувственное отношение реальности. Дальше говорит Симеон, чтобы преодолеть собственные помыслы, в этом цель молитвенного обращения, да, собственные помыслы, можно перейти к более высокому образу молитвы. Это так называемая умная молитва, Иисусова молитва. Мы ее творим в уме, держим в уме и так далее. Опять Симеон говорит, если вы останавливаетесь на этом образе молитвы, вы не можете преодолеть собственных помыслов. Это подобно, значит, борьбе с врагом в темной комнате. Когда вы в темной комнате, вы ничего не видите, вы не можете победить своего врага. Только третий образ молитвы помогает победить врага, преодолеть собственные помыслы. Ну, как мы бы сказали сейчас, ответить на те большие вызовы, которые нам брошены. В чем он состоит? В том, чтобы ум опустить в сердце. Вот такая вот молитва, в которой ум опускается в сердце, она приводит нас к, скажем так, спасению. Вот смотрите, какой красивый образ, который внутри религиозного христианского мировоззрения создан. Там много таких образов. Вот мы их извлекаем сейчас, переносим на нашу реальность и понимаем, что действительно это так, что только ум, а вот мы же развивались через развитие интеллекта. Интеллект мыслит категориями практичными, ясными, понятными. А вот если вы знаете, там KPI у нас у всех есть, мы должны быть эффективными, приносить заработную плату. Если мы заработную плату, то есть прибыли не приносим, какие бы мы там возникли? Мы должны быть и функцией. Вот. То есть наша жизнь редуцирована. Вот эта трансцендентная компонента нашей жизни, она нивелирована, отсечена от нашего сознания. Но это хорошо до поры до времени. Рынок работает. Вот он работал, работал последние. 20 секунд рекламы у нас. Ну, все. Вот мы сейчас видим, к чему это приводит. Это приводит, что картинка разваливается. Вот без трансцендентного начала мы не удержим эту картинку в целом. Давайте сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. У нас в гостях культпоходе Илья Вальнов, философ, инженер-технолог, который сегодня выступит в рамках проекта лекции в политехническом. Мы еще раз чуть позже напомним, где это что будет происходить. А сейчас реклама. Ну, разумеется, перед тем, как мы начнем задавать вопросы вам, наши слушатели, вернее, наш гость будет их задавать, Илья Вальнов, нужно огласить список тех призов, которые мы сегодня разыгрываем. Давайте сделаем это. Призов, как всегда, много. Это пригласительные билеты в кинотеатр «Смена» и в кинотеатр «Дружба». Также есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса» на персональную выставку графических работ заслуженного художника России Сергея Горбачева. Выставка называется «Скромное обаяние графита». Также книги от магазина «Читай город». Это Алиса Ганиева, серия «Жизнь замечательных людей», «Лиля Брик», 18+, «Бенджамин Ференс», «Напутствие», «Девять уроков для замечательной жизни», «Ограничение 12+,» и «Михаэль Энде», «Виланд Фройнт», «Рыцарь Родриго» и «Его оруженосец», 0+. Эти и другие книги вы можете приобрести в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенская, 65», «Ленина, 103А», «Луганская, 53» и «Волково, 6А». 211 и 101, номер нашего прямого эфира. Прямо сейчас вы сможете дозвониться и ответить на вопрос и выбрать тот приз, который больше всего вам нравится. Илья, пожалуйста. Значит, моя задача — три вопроса. Почему? Ну, не разом три вопроса сейчас. Первый вопрос, да. По порядку, да. Желательно с вариантами ответов. У нас слушатели любят это, да. Да, я упомянул в первой части нашей передачи, да, вуз, который я закончил. Но вот я хотел бы первый вопрос. Какой вуз я закончил? Я запомнил, Светлана. Да, конечно, я тоже запомнила. Один из, кстати, любимых вузов. Лучший технический вуз страны. Я хотел сказать, да, любимых у кировских выпускников, которые хорошо учились, сдают ЕГЭ. Я знаю, что прям массово поступают. Да, у меня есть тоже выпускник, друг, знакомый из этого университета, учебного заведения. 211 и 101, вы можете звонить, ждем вас. Вот пока слушатели дозваниваются, вот все-таки эта лекция, которая сегодня состоится, вы на какую реакцию вообще рассчитываете, да, на какие размышления, вот что хотите все-таки вот донести? Мы много об этом поговорили, вот если кратко так, да. Для меня очень важен отклик, живой, сердечный отклик. Мы закончили первую часть на сердце, вот на этой сердечной компоненте. Она у нас неактивна, не активируется совершенно. Значит, уже есть ответ? Извините, да, перебили просто, да. Нельзя, коротко я понимаю, ответить. Алло, вы в эфире прямом, как вас зовут? Здравствуйте, у меня Константин. Да, Константин, слушаем вас. Вот вопрос от Ильи Вольнова. Бауновское училище у него сидит. Верно. Все верно, да, только не училище, да? Нет, именно оно было училище. Училище. Да, это поэтому дважды правильный ответ, да. Константин, мы вас поздравляем, внимательно слушали, да. Что вы хотите получить? Книгу Лили Брит. Отлично, хорошо. Не кладите, пожалуйста, трубку, мы вас передаем нашему редактору. Она уйдет в первую очередь. Да, спасибо. Если коротко закончить Илья Николаевичу мысль, то можно закончить, а потом следующий вопрос. Важная для меня мысль, да. Я очень рассчитываю на сердечный отклик, да. Я стараюсь, я так живу, да, апеллировать или обращаться к своим слушателям не к интеллекту, не к логике, не к размышлению, ну, вот такому логическому, а именно к сердечной, пробудить эту сердечную компоненту, потому что она нам укажет истину, правду вверх, а не вниз. Вот это я бы хотел закрепить. Ну, а теперь можно к второму вопросу. Да, давайте, конечно, да, у нас пять минут остается. Да, значит, второй вопрос. Как называется направление, которое соединяет науку и искусство? Вот такая английская аббревиатура. Как она называется? Она закреплена сейчас в нашем культурном поле, уже 30 лет она существует. Да, и вы знаете, у нас была постановка в прошлом году в этом жанре, в этом направлении в нашем городе. Вот была постановка драматурга Ивана Вырыпаева «Закрытое расследование». Можно ли отнести вот эту читку, этой пьесы действительно к этому направлению, соединяющими науку и искусство? Ну, к сожалению, мне было бы неплохо познакомиться с этим. Я бы с удовольствием при возможности это сделал. Но сейчас это направление набирает, как бы, популярность. А зародилось на Западе, видимо, да? Ну, а ну... Давайте примем звонок. Алло, добрый день, наша постоянная слушательница нам уже подсказывает. Валентина, да? Алло, алло. Да-да, я слушаю вопрос. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Да я уж убавляю, а потом плохо слышно тебя. Да, Илья Николаевич сейчас еще раз повторит вопрос. Как называется направление, которое соединяет науку и искусство? Ну, это сингулярное направление, это быстрое такое развитие в виде срыва человеческого интеллекта. Нам все-таки, Валентина, кажется, что немножко мимо. Да, это... Почему? Не вопрос, да, кто такой сингулярный человек. А может, я не поняла вопрос? Да. Повторите, пожалуйста. Как называется направление деятельности, моей в частности, которое соединяет науку и искусство? Ну, вы же создатель искусственного интеллекта, как вы представились. Мы договорились до того, что у нас в студии создатель искусственного интеллекта. Да. Может, подскажем? Учитывая возраст нашей службы. Да, ну, формально вы правы, потому что искусственный интеллект, слово искусственный, он так или иначе апеллирует к искусству. А интеллект апеллирует к науке. Так что мы, я думаю, что можем согласиться с правильным ответом. Да, конечно. Хотя мы подразумевали немножко другое. Давайте повторим. Да. Мы подразумевали... Тут и наука, тут и искусство. Это вообще такое мышление. Валентина, все, все. Все, мы признаем, что вы победитель. Просто сейчас Илья Николаевич еще раз напомнит. Это термин, да. А мы называли science art. Science art. Да, иногда его называют art and science. А вы бы этого не говорили. Нет, произносили. Причем неоднократно. Ну, видимо, когда-то, наверное, сказали, что вы выключите это, да. Вы обычно сказали сразу, что вы создатель искусственного интеллекта. Валентина, времени у нас очень немного. Готовы прямо сейчас определиться с призом, который хотите получить? Ну, давайте. Наверное, я книгу возьму. Книгу какую? У нас две книжки осталось. Бенджамин Ференс и... И какая еще? И книжка с возрастным ограничением 0+. История о взрослении непоседливого малыша. Ну, видимо, для детей в том числе. Вот книжку для взрослых хотите или для детей? Вот давайте. А вот перед этим детскую какая там была? Михаил Энде, Виланд, Фройн, Рыцаря, Родрыга и его оруженосец. Вот такая детская книжка у нас есть. Нет. Берете? А там еще что-то было. Бенджамин Ференс, 12+. Валентин, мы очень долго. Мы не успеваем задать тогда последний вопрос. Ну, давайте лучше я обращусь к редактору. Хорошо. Там у вас... Извините, пожалуйста. Да ничего, там выбор у вас небольшой будет, да. Третий вопрос, если быстренько успеваем задать. Да, значит, смотрите, о третьем вопросе мы не говорили сегодня. Я предлагаю вам быстро в интернете это найти. Я занимался еще новой православной иконографией. Очень интересная православная иконография. Как называется оно? Это письмо по автору, по фамилии автора-кинописца. Вот такой вопрос. Как называется это новое письмо? Так, две с половиной минуты. У нас звукорежиссер подсказывает, так что есть времечко у вас дозвониться. 211-101. Будем ли мы давать варианты ответа? А, вот как наш гость, конечно, если вы упростите задачу нашим слушателям. Не надо. Или тут сложно будет, да? Тут, если вы в интернете рядом, найдете это быстро. Ну, хорошо. Ну, не факт, конечно, что кто-то дозвонится, сейчас успеет и правильно ответить. Но давайте попробуем. Да, у нас есть еще полторы минутки. Хорошо, да, звукорежиссер подсказывает нам еще, какие призы у нас остались. Давайте, чтобы успеть еще раз напомнить, где Илья Николаевич сегодня выступает. Светлана, давайте повторим. Сегодня в рамках просветительских лекций Вятского государственного университета выступит Илья Вольнов с лекцией. Человек сингулярный, как ответ на вызовы цифровой реальности, пройдет лекция в инженериуме. Это адрес Преображенская, 41. Есть возрастное ограничение 12+. Я думаю, что разговор был настолько захватывающий, что обязательно хочется услышать продолжение. И оно будет как раз представлено на этой лекции. А, кстати, там вы, это вот лекция-лекция или все-таки предполагает оно некий интерактив, общение? Вот именно, я бы хотел так построить. Постановка, да, какие-то. Да, мы будем по обстановке действовать, да, но именно живое общение ничто не заменит. Ради пробуждения вот этого сердечного интереса, интереса к жизни. Понимаете, как бы молодое поколение теряет интерес к познанию реальности. Почему? Потому что все время в голову что-то надо запомнить, надо знать, надо успевать, надо быть эффективным. А интереса на самом деле нет. То есть интерес рождается вот в этой сердечной компоненте. Было бы здорово, если бы мы ум опустили бы в сердце. Это было бы чудесно. Леонид Николаевич, ну вот нет ответа, да? Ну, видимо, действительно такой важный вопрос. Да, поэтому раскрывайте секрет. Да, 30 секунд. Мы говорили сегодня о православном контексте. Я долго занимался новой православной иконографией. Кузнецовское письмо. Это очень интересное письмо. Друзья мои, посмотрите его в интернете, найдите. Это чудесная вещь, чудесная. Она обращает, апеллирует к бесконечному. Это вот способ практической работы с бесконечностью. Вот, пожалуйста, в визуальном пространстве он уже реализован в виде кузнецовского письма. Это еще одна очень полезная для нас зона из христианского мировоззрения, которую мы берем в наше светское мировоззрение и на его основе придумываем что-то новое такое, новый образ реальности. Спасибо. На этом завершается сегодняшняя программа «Культпоход». Удачи. Илья Вальнов, наш гость. Светлана Дождевых, Владимир Сметанин. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.